Всем привет, с вами Рома Тусенко. Всем привет, мы сегодня всей семьей. Софичка, привет, ты где там? Вот он мой зайчик маленький, это Егор. Вот у нас сегодня семейное утро такое. Поехали в школу для начала, потом в садик. У нас сегодня экспресс доставка детей по местам учебы. Потом сегодня целый день насыщен встречами. И вечер будет посвящен встрече с друзьями. Поэтому сегодня будет много интересных мест, постараюсь вам показать. И много интересных людей. Ну вот. У меня будет сегодня все интересное, только школа, потом футбол, потом инфетитер, потом пионерок. Софичка, а что у тебя сегодня интересного будет? Могу делать. А? Танцы. Танцы, прекрасно. Ну вот у нас такой, примерно, план на день. Надеюсь, что все пройдет замечательно и будет интересно, о чем поделиться с вами. Машинка вся в снегу. А, так прикольно. Еще нарисовали. Вау. Вау. Я не являюсь экспертом в отношениях между мужчиной и женщиной. Когда-то, давным-давно я считал себя специалистом. Это значило, что без труда было познакомиться с девушкой. Но познакомиться с девушкой – это самая малая часть того, что мужчине вообще предстоит делать. Самое главное – уметь удерживать отношения. Не то, что даже умеет. Этому никто не учит. Но все равно, ты живешь свою жизнь. Проживаешь ее и думаешь о себе. Так трудно подумать, что жить нужно для другого. Так трудно подумать, что твоя жизнь, она для людей. Любовь не для тебя, а для любви. Я читал много разных изречений о любви. Потому что любовь – это жить для другого человека, во имя другого человека. Но это так трудно. Ты постоянно хочешь какой-то внутренней оценки. Того, что ты делаешь. Ты постоянно размышляешь над тем, а что ты получишь. И казалось бы, вопрос или тема, или слово несущественное с точки зрения возможных проблем, которые существуют в жизни. Но она может иметь очень большое продолжение и понять, что в какой-то момент надо просто сказать «стоп». Это нелегко. Мне кажется, большинство семейных проблем, в том числе и разводов, они происходят не из-за того, что там есть какие-то серьезные проблемы в семье, связанные с какими-то там, но такими базами, вещами, которые однозначно воспринимаются как невозможность больше жить вместе. А складываются из-за постоянно накладывающихся друг на друга проблем, которые в результате создают какой-то некий ком, который, как кажется людям, уже невозможно преодолеть. Нужно остановиться. Нужно дать себе отчет в этом, успокоиться и понять, что это всего лишь эмоции и слова. И внутри человека можно изменить отношение к ним. Только так. Другого выхода нет. Ну ладно, пора ехать. Друзья, вы, наверное, слышали такое слово, как Artplay. Так вот, я уверен, что слышали. А сегодня я здесь. И здесь находятся мои друзья. Крупное рекламное диджитал агентство, с которыми работают, смотрите, такие очаровательные стульчики. Сейчас я покажу. Вот, сзади они находятся. И Artplay это такой уникальный офисный центр, который расположился на берегу реки. С одной стороны ограничен с одним кольцом, а с другой стороны вроде как бы промышленные все постройки. Но это так круто. И на самом деле внутри здесь очень клево находиться. Тут всякие ветераны, инсталляции. Все очень интересно, все связано как раз с искусством. Именно поэтому он и называется Artplay. Место, где очень клево и красиво. А сейчас я иду завтракать и буду скоро встречаться со своим другом, для того, чтобы продолжить и пообщаться на тему нашей встречи. Соответственно, самое ближайшее время мы с ним встретимся и продолжим наше общение. А пока просто, если я хотел показать статую Давида, она находится здесь. Вот буквально через несколько секунд. Нет, не здесь, да? Ага. Сейчас я посмотрю. Здесь или... А, да, вот он. Ага. Вот там стоит Давид. Видите, как клево. Ну, в общем, собственно, вот такое прекрасное офисное пространство, в котором очень клево находиться. Здрасте. Ничего. Вот. Очень клевое офисное пространство. Вот такие. Да, классные. Смотрите, как мило идет снег. И его видно. А, снег падает на темном фоне. Снежок. Завтрак закончен. И мы уже встретились с Димой по дороге. Я вас познакомлю с этим замечательным человеком. Вот. Дима, привет. Привет. Да. Вот невероятно интересное место. Арт-плей. Скажи, пожалуйста, два слова буквально. Что это за история? Или почему так Арт-плей? Тут всякий Давид, он там стоит. Здесь удивительное место. Тут очень эклектичное построенное пространство. Здесь есть какие-то железные конструкции. Есть Давид греческий. Вот. Есть деревянная баня на крыше. Вот. Есть, ну, очень много-много разных странных компаний. В основном творческих. Вы же тоже творческая компания. Я считаю, что вот ребята, они вообще перспективные, диджитал. Это тоже самый тренд. Вот это дает вам какой-то вот кайф от того, что вы здесь? Ну, здесь очень ценно, что ты не сидишь у себя в офисе, а ты находишься, ты как часть большого интересного пространства. То есть ты выходишь за дверь. Экосистема такая получается, да? Ты, получается, как бы снимаешь не просто офис, а ты становишься частью большого, удобного, прикольного пространства, куда можно выйти и там пойти на выставку, сидеть в каком-то кафе хорошем. Друзья, привет. Необычно так получилось, что, проходя мимо после встречи, мы зашли и увидели выставку ультрасовременного искусства. Вот, это будет мой экскурсовод. Куда ли? Очень приятно. Я Роман. И мы будем смотреть сейчас прям неожиданно. Я же обещал вам каждый день выкладывать какие-то новые вещи, которые помогут сделать жизнь нашим интересным. Пошли. Начнем? Да. Смотрите, какая курица тут займёт. О, заканчивается. У нас слишком высокая и самая красивая. Вы что-нибудь послышали про ваших выложений? Нет. Он был по-речи. Ну, друзья, тут невероятно интересно и круто. Волны, подробный видеоотчет смотрите на канале. А это анонс. Я уверен, что я вас кое-что очень удивлен. Чтобы прекрасная встреча была. Интересным изделом попал на выставку современного искусства. Ох, пробочка на той стороне. Мне сейчас предстоит туда завернуть. О, я, кстати, подумаю. Поеду по-другому. Главное выехать. Так вот, сейчас еду еще на встречу с одной прекрасной компанией. Расскажу вам чуть подробнее о ней. А потом вечером встречу с друзьями. Ну, собственно говоря, наверное, все. Смотрите, полный видеоотчет на моем канале YouTube сегодня вечером. А я пытаюсь сейчас достать всю перегороженную. Говори, да. Ну что ж, как мы будем выезжать? Если бы вы были детьми, то вы бы просто сейчас прыгали вниз себе для радости. Только посмотрите, в каком месте я нахожусь. Это место заставлено игрушкой. Маленькие мои друзья, это просто рай какой-то игрушечный. Везде, со всех стран 300 человек у меня грушают игрушки. Что это и почему я здесь? Пока себе не знаю. Ну что, обязательная программа закончена. Все встречи проведены. Все бизнес-задачи выполнены. И сейчас еще через несколько секунд, поднимаясь по эскалатору, я встречусь с милыми сердцем моими друзьями. Именно этот момент я и собираюсь запечатлеть. И, может быть, они скажут пару слов. И, собственно говоря, на этом мы закончим. Прекрасный день вторник. Милое моему сердцу за москворечие. Улица Пятницкая. Где мы сейчас идем. Кстати, с Пятницкой связан интересный момент. Когда-то, как только приехал в Москву, я еще, вернее, наоборот, еще не работаю здесь. Наш банк был расположен на Пятницкой. И до сих пор там сохранилось историческое здание банка. А вот, кстати, сейчас проходим очень интересное место. Барбекю-кафе. Вот, вы его сейчас через несколько секунд уже увидите. Именно здесь начал активно развиваться проект «Бизнес-завтрак», который я запустил в 2012 году. А сейчас я ищу своими глазами то место, с которым мы встречаемся с моими друзьями. И через несколько секунд, я надеюсь, заключение это место. И сейчас я туда пойду. Что, понарушаем правила дорожного движения и перейдем в неустановленном месте, как раз пока нет автомобиля. Так и делаем. И сейчас, через несколько секунд, я захожу в это место для того, чтобы встретиться с своими близкими мне друзьями. Окей. Вход. Здрасте. 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 Можно вас снимать? Мы все вместе, да? А? Да. Ага. Так. Ага, вот они, эти чудесные люди. Они прямо здесь, вот сейчас здесь находятся, да. Ага, привет. Это, это, это Сережа, поздоровайся. Привет. А это Влад. Они работают в очень секретной организации, поэтому больше ничего про них сказать не могу. Ага. Ну вот, собственно говоря, так прошел день. Ну, на самом деле он еще не закончился, а закончится чуть позже. А это секрет. А это регулярная и постоянно обязательная прогулка, маршрут по самому красивому мосту. Вот посмотрите, какая там красота. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Спокойной ночи.